В мультфильме о простоквашина кот Матроскин произносит фразу «Корова красная одна!» И как знать, возможно, та самая красная мурка была весьма популярной в то время бестужевской породы, выведенной, между прочим, на территории Симбирской губернии. Если среди диких животных символ Ульяновской области – это солнечный орел, то среди домашних – это бестужевская корова, которая была выведена в Симбирской губернии в 18 веке и продолжает существовать до сих пор. Посмотрите на этих красных красавиц. Свою историю бестужевские коровы ведут с 1780 года, когда в хозяйство скотовода Бориса Бестужева завезли коров породы шортгон и черно-пестрых голландских коров. Находилось это хозяйство в селе Большая Репьевка, которое сейчас называется просто Репьевка и находится в Новоспасском районе. Именно оттуда разошлись по всей стране эти буренки красной масти. В советское время бестужевки, как их называли доярки, были одной из самых популярных пород в Поволжье, а в Ульяновской области в особенности. По меркам 20 века у них был довольно неплохой надой – около 4000 литров в год. Однако с конца 90-х годов бестужевскую корову начинают вытенять другие породы, более продуктивные, и ее поголовье заметно сокращается. Но, к счастью, полностью оно не исчезло. Одно из немногих мест в Ульяновской области, где до сих пор выращивают бестужевскую корову, это СПК Бахтеевский, селе Бахтеевка Старакулатинского района. Всего в этом хозяйстве около 370 бестужевок, 300 из которых – это племенное поголовье. В местных коровниках эта порода появилась еще в советское время. Разводить на племя их здесь начали около 20 лет назад, когда, казалось бы, эпоха бестужевских коров уже прошла. Чем же привлекла ульяновских животноводов корова-землячка? В первую очередь – своей выносливостью, неприхотливостью и идеальной приспособленностью к непростому климату по Волжи. Например, вот взять лето. Трава начинает высыхать с первых дней июля уже. То есть коровы едят уже не зеленую траву практически. Как в таких трудных условиях выжить животине? Ну вот бестужевская порода, она более выносливая к таким обстоятельствам. По словам Ильи Орланова, неприхотливость бестужевок проявляется не только в питании на выпасе. Бывает так, что запасаемые на сенаж и силос, эспарцет и кукуруза не возревают до нужного состояния. Да и с зерновыми бывают проблемы. Такой уж у нас климат, что лето на лето не приходится. Как итог, кормовой паек кормам приходится снижать. На более продуктивных, но и более прихотливых породах это скажется намного сильнее, чем на бестужевских. С нашими же буренками все проще. Она может немножко похудеть, но потом благополучный год, и она опять набирает свою кондицию и также дает молоко с хорошими показателями. Поэтому совершенно не удивительно, что бестужевок до сих пор можно встретить и в частных подворьях, и в фермерских хозяйствах, и не только в Ульяновской области. Например, в 2019 году 25 бестужевок уехали из Бахтеевки в Саратовскую область. Так что порода жива. Хотя, по словам Ильи Орланова, хотелось бы от красных буренок побольше молока. Те же галштинские коровы, хоть и привередливы, но надоют в три раза больше. Чтобы эту ситуацию исправить, нужна селекция, о которой бахтеевки тоже не забывают. Бестужевок здесь недавно разбавляли немецкой англерской породой. Масть у них похожая, а продуктивность больше. Я думаю, что нам надо не, скажем так, избавляться от своей породы, а наоборот развивать ее. То есть путем селекционного развития. Почему там канадцам или кому-то другим удается получать, например, 12 тысяч литров с одной головы в год, а нам, мы что, чем-то хуже них? Просто нам надо развивать это все дело. Будем верить, что Бестужевки еще напомнят о себе, догнав и перегнав иностранных коров. И как знать, может быть лет через 50 красные репьевские буренки будут мирно жевать траву на выжженных солнцем помпасах Аргентины. Игорь Влитин, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ из Старокулаткинского района.